МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! О главных событиях в городе-области прямо сейчас в программе новости дня. В студии Анна в Тюриной. Вот коротко о главных темах к этому часу. Парк Березка. Подрядчик и администрация не смогли договориться. А территория так и осталась недоблагоустроенной. Дальние остановки исчезли из маршрута. Жители Неженки готовятся протаптывать километровые тропинки к трассе. Четыре оренбургских бренда вошли в число лучших на всероссийском конкурсе «Вкусы России». Освобождение от налогов для тех, кто борется с коронавирусом и сильнее всех пострадал в пандемии. Вакцина от вируса COVID-19 вызывает бесплодие. Продолжаем развеивать мифы о короне. Хоккеисты Южного Урала принимали лидеры чемпионата высшей лиги – Петербургскую Неву. Начнем с официальных новостей. Распределение средств на жилье для молодых семей, участие муниципалитетов в федеральных программах и строительство дорог и социальных объектов. Вот вопросы повестки дня заседания правительства области. Кроме того, внимание уделено повышению заработной платы специалистам сельских администраций. Один из первых вопросов – перераспределение средств на решение жилищных проблем молодых семей Оренбожья. Списки претендентов изменены в силу разных обстоятельств. Почти 260 миллионов рублей в 2021 году направлены на обеспечение жильем молодых семей. Объем финансирования на эти цели в ближайшие годы будет только увеличиваться. Губернатор подчеркивает, что документы и списки выверять необходимо заранее. Речь на заседании вновь зашла о победителях всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Ташлинский и Пригородный сельсовет получат федеральные гранты по 15,5 миллионов рублей соответственно на развитие территорий. Из 468 муниципальных образований области в этом году заявили о себе лишь 6. Денис Паслер обращает внимание глав на то, что привлечение средств – это их работа. Нам точно есть чем заниматься и проблем у нас достаточно. Поставить такую задачу на следующий год абсолютно всем территориям, там, где мы видим, что определенные работы проводятся, есть потенциал, обязательно заявиться. Проработанный вопрос увеличения оплаты труда специалистам сельских администраций со следующего года. Зарплата муниципальных служащих запланирована от 27 тысяч рублей, руководителей поселений – от 35 тысяч рублей. Татьяна Штылер, Игорь Бероев, Новости дня. Подрядчик расторгает контракт, прокуратура ведет проверку, а администрация города до сих пор не дает внятных комментариев. Срыв реконструкции многострадального парка «Березка» в Оренбурге – тема обсуждения, которая уже вышла за пределы региона. В чем причина сложившейся ситуации и какое будущее ждет общественное пространство – уже не первую неделю выясняет и наш телеканал. Вот 35-й год, я здесь живу недалеко. Так, насколько я понимаю, вот эту посадку посадили ну лет 70 назад. И за 70 лет тут никто ничего не делал. Ладно, хоть немножко зашевелились. Ну, как всегда, у нас говорят, как Черномордин говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Лучше, то есть вот так, за 145 миллионов рублей, а это первоначальная смета бюджета, здесь должен был появиться целый комплекс. Первый этап благоустройства стартовал еще в октябре прошлого года. Тендер на госзакупках выиграла компания «Строймац». Хоть и торгов, стоимость контракта снизилась до 115 миллионов рублей. За год зеленая территория должна была полностью преобразиться. Если верить контракту, то сейчас за моей спиной вы видите фонари уличного освещения. А еще качели, скамейки и даже пункты проката велосипедов. Но по факту, как видим, даже не везде есть пешеходные дорожки. Но пока ВОЗ и ныне там, с рафриконструкции парк уже становится объектом злобных шуток за пределами региона. Главный редактор журнала «Исквайр» Сергей Минаев на своем ютуб-канале высмеивает сложившуюся ситуацию. Администрация заявила, что все работы первого этапа завершены. Журналист местной газеты решил проверить информацию и нашел в парке только дорожки из гранитного отсева. А следов лавочек, парковочных мест и новых фонарей не было и в помине. Когда-нибудь все это будет. Потому что, в принципе, 144,5 миллиона рублей. На них, собственно, так особо не разгуляешься. Это всего-навсего пара. Да почему пара? Собственно, один приличный пентхаус. Город-герой Москвы. Но вот самим оренбуржцам отнюдь не до смеха. Долгожданного парка так и нет. Лишь мусорные кучи да отдельно проложенные бетонные дорожки. В чем причина этой ситуации, задать мы пока не можем. Он находится в больнице. Но, как заверял ранее в интервью СМИ, руководитель компании Александр Демидов, не смогли выполнить весь объем работ, так как для этого необходимо было вырубать деревья. А разрешений городская администрация не выдавала. По данным компании, из тех денег, что были предусмотрены контрактом, они освоили 67 миллионов. Городская администрация же, в свою очередь, а конкретно управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, уже вторую неделю тянет с ответом на официальный запрос нашего телеканала по поводу сложившейся ситуации. Анна Втюрина, Семен Воробьев, Новости дня. И к другим новостям. До остановки через поле почти месяц жители Неженки не могут спокойно добираться в областной центр на работу или по делам из-за отсутствия 158-го автобуса. Транспорт не приезжает на остановку «Летняя». Оренбуржцы обращались во все возможные инстанции. Но результата пока нет. Все подробности далее. Каждый день жителям села Неженка приходится делать марш-бросок через это поле в 2 километра, чтобы добраться до остановки и сесть на 158-й автобус. Так путь до города превращается в настоящее мучение. И это пока еще здесь нет сугробов. Все дело в том, что 158-й автобус 19 октября перестал ходить на остановки «Летняя» и «Бахчево». Сейчас попасть на работу, школу и по другим делам в Оренбург для жителей Неженки. Испытания. Постоянно в поликлинику сюда ездила, садилась на автобус. А сейчас все. Сейчас на ползком не доберусь. Сесть на 158-й на остановке «Смак» через поле – один из вариантов. Пока по временным затратам он выгоднее. До другой остановки идти около 20 минут, говорят люди. И стоять нужно на перекрестке. В обоих случаях свои риски. Надо туда пешком дойти, еще назад вечером сейчас по темноте. Это вот или через поле по темноте. Здесь немножко короче, но тут зимой не пройдешь. Тут заметает все. Едет, мы будем в сугробчик залазить и дальше идти. А здесь, то есть вообще не предназначена. Дорога ее тут нет, она полевая, натоптанная. С просьбой вернуть 158-й автобус на остановке «Летняя» жители Неженки обращались в прокуратуру и администрацию Оренбургского района. По их словам, причину им проблемы не объяснили. Проверяем, не доезжает ли автобус до «Летней» и «Бахчевой». Транспорт направляется к центральной. Водитель ситуацию пояснить не может. Я не знаю, я только недавно работаю, неделю всего. Может быть и есть какая-то причина, но я ее не знаю. В организации, отвечающей за 158-й маршрут, поясняют. Раньше 158-й ездил на «Летнюю» по ошибке. В реестре межмуниципальных пассажирских перевозок этой остановки указано не было. Но сейчас жители Неженки обнадежили. Обратились заявления в Министерство транспорта Оренбургской области с внесением изменений в действующий реестр. Нам в течение 45 дней должны узаконить эту остановку. 8 ноября было выездное совещание с представителями министерства, с главой Неженки, с замглавой Неженки, с перевозчиком, с администрацией Оренбургского района. Мы замерили весь маршрут. Однако по остановке «Летняя» проблема может остаться, говорят специалисты. Министерство может отказать в решении вопроса, так как на этом месте нет разворотного кармана. Для изменения с территории необходимо убрать лавочки и клумбы. Елена Еремовна, Игорь Бероев, Новости дня. Четыре оренбургские марки вошли в десятку лучших по стране. Завершился второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Всего заявку на участие подали 14 оренбургских компаний. Лучших производителей определяли в семи категориях. Орские, Старогородские пирожки и реклинский лещ вошли в десятку лучших в номинации на всю страну. Перепелинное гнездышко по-андреевски в номинации «Загляните на огонек». А сороктажский консервированный арбуз отметился в рубрике «Гастрономическая находка». Остальные региональные бренды не смогли войти в число лучших. Одна из неожиданностей – отсутствие в списке победителей солилетского арбуза. Обладатель звания «Самая большая ягода России» не смог набрать достаточное количество баллов. По словам организаторов, всего в голосовании приняли участие более миллиона человек со всей страны. Этот проект позволяет значительно увеличить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создать условия для дальнейшего развития данного сегмента. По словам министра сельского хозяйства России, проведение конкурса решает сразу несколько задач. Увеличение объемов производства продуктов питания, которые готовятся малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, а также создание новых рабочих мест, развитие экспортного и туристического потенциала регионов. Отметим, что сам конкурс проводится уже во второй раз. В этом году на участие было подано 720 заявок из 84 регионов страны. А сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в нашем выпуске. Освобождение от налогов для тех, кто борется с коронавирусом и сильнее всех пострадал в пандемии. Вакцина от вируса COVID-19 вызывает бесплодие. Продолжаем развеивать мифы о короне. Хоккеисты Южного Урала принимали лидеры чемпионата высшей лиги – Петербургскую Неву. Это новости дня и мы продолжаем. Налоговые льготы из-за COVID-19. Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы одобрил послабление для частных лиц и организаций. В частности, речь идет об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль. Так, от выплаты НДФЛ будут освобождены те, кто ведет работу по пропаганде вакцинации и стимулирует россиян прививаться от коронавируса. Налог на прибыль смогут не платить некоммерческие организации, малый и средний бизнес, в том случае, если они получили субсидию от государства в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии. От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного мрот, если деньги получены как господдержка в борьбе с пандемией. Эта льгота единоразовая и коснется тех, кто трудится в НКО. Помимо этого, от налогообложения освобождаются семьи с двумя и более детьми при продаже жилья и приобретении нового. Это прямое поручение главы государства. Налоговые послабления напрямую влияют как на экономику страны в целом, так и курс иностранной валюты. Стоимость доллара и евро по официальным данным Центробанка сейчас на вашем экране. Вокруг вируса COVID-19 и прививок постоянно возникают разные мифы. Одни из них похожи на правду, другие на фантастику. ОРТ продолжает рубрику, в которой мы рассказываем о том, что думают люди и как есть на самом деле. Сегодня говорим, могут ли после прививки развиться бесплодие. Мнение обывателей и специалистов прямо сейчас. Я считаю, что нет. Не может. По-моему, это вранье. У меня ничего такого не было, по крайней мере. У меня трое детей, мне это самое уже не надо не грозит. Это я без понятия. В вакцинах не содержится живой вирус, и он совершенно не влияет на продуктивную функцию как мужчин, так и женщин. У нас не случайно сейчас разрешено прививать беременных, но беременных прививаем мы после 22 недели в связи с тем, что вот до этого срока формирование плода происходит, и поэтому здесь нежелательно вообще никаких других вмешательств после 22 недели срока беременности можно прививаться, и, в общем-то, есть желающие беременные, потому что они как раз входят в группу риска по развитию заболевания. Кроме того, часть женщин воспринимает решение вот именно вакцинироваться до наступления планируемой беременности для того, чтобы действительно иметь иммунитет. И последним нормативным документом Министерства здравоохранения разрешено прививать и кормящих мам. Если в предыдущих редакциях инструкции было это как противопоказание, 24 октября новый вариант инструкции на гамм-ковид-вак, только для этой вакцины разрешена для применения как беременным, так и кормящим, определено, что кормящие мамы не являются, эта ситуация не является противопоказанием, и здесь также кормящим мамам предлагается пройти вакцинацию, и с их добровольного согласия она проводится. И о спорте. Хоккеисты Южного Урала провели очередной матч чемпионата в высшей лиге. Арчане принимали лидера розыгрыша Петербургскую Неву. В текущей домашней серии у Арчан самые серьезные соперники. Вся лидирующая тройка чемпионата. С химиком получилась результативная зрелищная игра, перешедшая в овертайм. Петербургскому «Динамо», занимавшему на тот момент первое место, южноуральцы задали настоящую трепку 5-2. А вот вчера с тем же счетом проиграли другому клубу из северной столицы – Сканеве. Гости приехали свежие, да еще и злые, после двух поражений подряд. Арчане напротив отдали много сил в противостоянии с лидерами. Питерцы быстро открыли счет, реализовав численное преимущество. В начале второго периода Барбашев уравнял шансы, но хозяева тут же допустили промах, играя в большинстве. Затем команды обменялись голами в неравных составах, а в завершающей 20-ти минутке армейцы забили две безответные шайбы. В матчах с фаворитами арчане взяли половину очков и в завершении домашней серии сыграют с ауксайдером Рязанью. И далее полезная информация для тех, кто заботится о своем здоровье. Тяжесть в ногах и россыпь сосудистых звездочек. Эти симптомы для многих стали привычными. К сожалению, от варикозной болезни не застрахован никто. Между тем, мало кто знает, чем она грозит человеку. Болезнь, редко беспокоящая на начальных этапах, при игнорировании может привести к летальному исходу. Кровь течет уже по-другому, застаивается в венах. Она может привести даже к тромбной боли или обычной артерии серьезные грозные осложнения, которые может привести даже к смерти пациента. При наличии симптомов вы можете пройти обследование и уточнить, есть ли у вас варикоз, в какой стадии заболевания и нужно ли его лечить. Узнать все это оренбуржцы смогут по итогам первичного приема в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Здесь сегодня доступен и один из самых эффективных методов лечения болезни – эндовенозная лазерная коагуляция. Его применяют в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Это фактически запаивание поврежденного сосуда. Луч лазера действует точечно, не повреждая ткани рядом с веной. Сосуд спаивается, превращается в небольшой жгутик, а кровоток распространяется по системе здоровых сосудов. Лечение лазером не требует госпитализации, хирургических разрезов, не оставляет долго заживающих хрупцов и шрамов. Уже через 15 минут после окончания операции можно уйти домой. Пару недель будут запрещены большие нагрузки, а потом можно жить как раньше. Только качество жизни будет совсем на другом уровне. В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» работают высококлассные специалисты в области сосудистой хирургии, флебологии и ультразвуковой диагностики. Это все новости, а наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в городе и области. Знакомить вас с важнейшими из них продолжим в вечерних выпусках новостей. А вернуться к этой программе и другим проектам ОРТ вы всегда можете на нашем сайте orttv.ru. Присоединяйтесь также и к группам телеканалов в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь и прямо сейчас рубрика «О погоде не только». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова